мячает сетка эту подачу зайцев блестящий так сыграл так зрячий грамотно 2 по 2 можно сказать получилась и подающих януков великолепен а здесь закрывает зайцев атаку зайцев кстати тоже диагональный поэтому сравнение уместные 20 атак был у ивана при этом он 55 процентов мячей сравните с полетаевскими 40-ка петель полетаев и вновь комзорь комзорь точно знает куда виктор полетаев бьет он уже не первый мяч поднимает так слегка согнув ноги даже небрежно кажется то него получается но там нет времени на какие-то изости выбор позиции блестящие техника блестящий не растворено хороша подача зайцева проекта вы мяч реализует там ты иван атакует гостей сразу удастся сравнить хорошая показатель тем временем кемеровцы они тоже пару матчей провели не лучшим образом но вот потом подчеркну последний матч у полетаев зенита важнее сегодня ну правда из зайцев мы видим какие фокусы может проделать не знаю мне кажется попал ну да 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 все все помогли томаса собель его определиться надо ли брать тайм-аут тайм-аут он возьмет надо ли брать челлендж богдан справляется с приемом и волков волкову защитить его желез хорош это фрибол будет для факела есть прекрасная возможность уйти с этой простановки но еще один можно сыграть в атаке сам себя страхует щербаков тройной блок опять мяч просачивается все поднимают руки игра продолжается заяц и по линии уже спорить конечно не с кем не надо провал в начале пятого с этого факела и переход смена площадок при счете 28 не в пользу хозяин на 3 подачи берет номеру кемеровского кузбасса но час третий паркинг боится подряд позволяет бороться по этому показателю партнером а и в атаке зайцев есть конце концов карпухов может пакшин неприятно подавать ну то василь главное что не ошибся может быть это и достаточно будет зайцев до матчбола доводит вот это самая поддержка трибун который в равной концовке может стать решающим факт неудачный вот в игру десятого номера вновь укорачивает и вновь неплохо сейчас переходящий полноценная атака кузбасса здесь зайцев такой три шанса очков свой актив 6-7 подтягивается счете зайцев хорошую вроде позицию выбрал каладинский но очень неудобная высота для обработки соблазн есть у тренера в данном случае ни к чему это не привело 5-2 зенит очень здорово начинает вот тот матч наверно где очень трудно фаворита определить изначально волкова со второго раза получилось у буцеляка тоже получилось всего желез справляется опять одиночный блок по линии зайцев и с этим мячом ничего сделать защите конечно нельзя отметить настрой на эту игру волейболистов динамо пирюков да он видел что идет обман со стороны соперника пытается реагировать на него но немного силы что ли не хватило нормально клюка зайцев обыгрывает двойной блок так недобро взглянув на блокирующих мол больше не дождетесь поддающий тодор скримов отличная вновь подача выбитый прием но зайцев атакует рискует час иван зайцев этот риск оправдан тербаков разоподача и атака у кемерского кузбасса на зайцева и здесь никишин не справляется конечно с этой мощной атакой бывает такое потому что это обязательно произойдет и вновь зайцев по линии мощнейший удар там еще и либера нет иван это учитывал ну когда уверен что направление ему доступно и без того это уже выигрыш на надеемся на то что сыграют они в дальнейшем более продумано ждем этого сброса мочает пластайца достает зайцев на групповом блоке по линии здорово и вот на видим что становится зайцев не в атаке не удержим наступил именно час зайцева не ноута-то маркина дайте ну какие шансы никакие а плюс 2 прайся с такой пушкой вряд ли переменки жестко с чего бы ему взяться поровняк не забил на одном блоке для него мы видим это тоже не так просто вот две атаки на одном блоке один раз выиграл по рукам только попав я вне блок надо поувереннее обыгрывать смануешь приеме зайцев в атаке не удается здесь поднять мяч ну а все травмы сказать что тавасиев как-то успел запомниться ведь тоже не получается так что здесь выбор определенный есть масса неприятностей доставил кемеровчаном сейчас упрощает подачу зайцев от блоков и кривая хорошо набирает лечо очков для своей команды трампе хороший прием вот удалось довести разумное решение ничего не осталось да есть какой-то вот такой вот вариант не очень сложный зайцев выиграл иван зайцев концовки тоже безупречен вот действительно у нас сейчас все потихоньку переключается на дуэль в двух диагональных но есть фактор сива железа кстати вот не будем об этом забывать он сейчас на передней линии может включиться в игру и блестяще провести остаток времени но яичного выбитый прием выбитый прием волков не будет атаковать переброс опять атака у кузбасса зайцев и он это делает очень четко и точно мастерство этому игроку не занимать и конечно вот такой ляп не допустим запись на файле хабибулина и прием от маркина зайцева и вот иван зайцев полистейший атакует кузбасса дивиша он был на площадке максим шпилев по часу подач него летело сейчас его заменил дивиш теперь лукас дивиз выписывается в роли такой жертвы да я смотрю из стартового состава на площадке остался только лишь Антон Максимов составе Енисея зайцев успевает проскочить по линии а вот тут вход успевает бери еще одну передачу и исправляй зайцев вновь линию ему оставляют ну если так маркина здесь зайцева блестяще оставили из одни блока и спокойно переигрывает так вот это подача якорева уже похоже на такой боевой вариант по-хорошему но никакого впечатления на принимающих кузбасса не произвела классная доводка иван зайцев в четвертой зоне вообще у зайцева сегодня в полный порядок уже преимущество гостей концовки третьей партии на подачи на подачи к тому же Раджа и зайцев от рук блокирующих быстро снимается подачи шахбан Верзаева зайцев подмочает когда принимает дает кстати очень приличное качество и рискует карпухов здорово зайцев зайцева пропускают слетают а он косо играет и восстанавливает равновесие в счете 18-18 смягчение и шанс у кузбасса марков ставит маркин ставит победную точку в первом сете много эмоций но и много радости на трибуна потому что выиграл кузбасс 1-0 и м 2 1 м 2 2 Продолжение следует...